Привет друзья! Сегодня у нас на обзоре новенький 3D принтер Artillery Genius. Не так давно ребята из Artillery уже прислали мне на обзор большую модель X1. Genius же является его уменьшенной версией. Я буду часто их сравнивать, потому обязательно посмотрите обзор на X1. Там все разобрано гораздо подробнее. Давайте сразу посмотрим на цену. На данный момент принтер стоит в районе 280 долларов с бесплатной доставки по России. То есть это не самая бюджетная модель. Итак, начнем с распаковки. Как и в версии X1 упаковка приличная, да и комплектация точно такая же. Мы получаем вот такой мануал на нескольких языках и среди них даже есть русский. Тут описана пошаговая сборка принтера и настройка слайсера. В сумочке имеется ключ, крепеж и шестигранники и кое-какие запчасти, пара запасных колес, светодиодный модуль, сопло, тефлоновая трубка и запасные шлейфы. Также есть USB кабель и флешка. А это подставка под катушку с датчиком филамента. Ну и кабель питания, конечно. Заглянем в подвал. Тут все почти аналогично начинке модели X1. Вот только блок питания уже помощнее. Тут у нас 24 вольта и 10 ампер. А там было только 8,5 ампер. Похожее твердотельное реле для стола. Он питается от 220 вольт. Только, видимо, чуть слабее, потому что стол тут в два раза меньше по площади. Кстати, объем власти построения тут 220 на 220 на 250 миллиметров. Все разъемы на месте, все прикручено нормально. Плата управления MKS Gen L первой версии с 8-битным контроллером и тихие драйверы. Это аналог TMC2100. Тут все тоже прикручено как следует. Разъемы залиты термоклеем, так что при транспортировке ничего не должно отвалиться. Тут у нас такой же сенсорный дисплей с диагональю 3,2 дюйма и разъемы под USB флешку и microSD карту. Корпус принтера сделан из листовой стали, а внутри есть рама из алюминиевого профиля сечением 40 на 40 и 20 на 40 миллиметров. Опять же, такая же, как и у X1. Портал собран из профиля 20 на 40. Это направляющий оси Z. И профиля 20 на 60. Это направляющая оси X. Вот тут у нас находится разъем для подключения электроники. Через него посредством шлифов и парочки плат коммутаций подключается голова и двигатель оси X. Сверху устанавливается подставка под катушку, которая довольно легко регулируется по ширине. Ослаблять и закручивать винт шестигранником теперь не нужно. Ее фиксирует винт с барашком, который можно легко закрутить вручную. А вот вторая часть нещадно болтается. На скорости это, как говорится, не влияет, но все равно неприятно. Теперь остается только подключить концевик и двигатели оси Z. И принтер готов к работе. Теоретически. На деле же голова жутко болтается, как и стол. То есть прижимные ролики не отрегулированы. Ремни тоже не натянуты. Если вы уже имели дело с 3D принтерами и умеете их перебирать, то исправить эти мелочи не составит труда. А вот для новичка это может быть очень неприятной проблемой. Да и в целом, принтер позиционируется как соединить две части вместе и печатай. И подобные мелкие косяки не идут на пользу имиджу производителя. Прижимной ролик каретки X вроде получилось отрегулировать, но зацеп все равно слабоватый, где-то на самом краю диапазона. По-хорошему надо бы снять два верхних ролика, немного рассверлить отверстия и опустить их пониже, чтобы прижим был нормальным. Опять же, для человека с прямыми руками и опытом это вообще не проблема. Другое дело, что принтер позиционируется опять же как готовый к работе. Причем это ведь далеко не самая дешевая модель на рынке. Также отрегулировал ролики каретки стола и натянул ремень, для чего пришлось снять сам стол. Меню дисплея стандартное. Регулировка температуры, перемещение по осям, полуавтоматическая калибровка стола, замена филамента и все такое. Тут я уже проходился в обзоре на версию X1, а также по прошивке дисплея и платы управления. К слову, функция возобновления печати после аварийного отключения здесь тоже конечно же есть. Голова тут точно такая же как и у модели X1. Точная копия, только крышка другого цвета. 40-мм кулер для охлаждения хот-энда, турбина 40-20 для одностороннего обдува и сам хот-энд с большим нагревателем типа Vulcan. Шлейф все также просто вставляется в разъем на голове, что не очень хорошо. В комментах к обзору на X1 писали, что тут часто бывают проблемы, просто из-за того, что шлейф держится ненадежно. Также оказалось, что изначально на первых версиях тут был разъем с фиксатором, но позже его убрали. Зачем – непонятно. Но на Thingiverse есть готовые модели печатных держателей, так что советую напечатать и установить первым делом. Ось Z реализована точно так же. Оба винта объединены кольцевым ремнем, чтобы избежать рассинхронизации. Верхняя балка теперь сделана не из профиля, а из пластика. И хотя винты теперь закручиваются сверху, как-то отрегулировать портал, чтобы обе направляющие были параллельны, не получится. Ну, если это изначально не так и есть какие-то проблемы, потому что балка надевается на профиль. Безусловно, это просто огромный плюс к жесткости портала. Причем пластик тут действительно очень твердый, если все сделано как надо. Потому что если портал будет кривым, то сделать тут мы уже скорее всего ничего не сможем и придется с этим жить. В общем, задумка отличная, как по мне. Главное, чтобы не подвел контроль качества. К сожалению, у меня нет огромного штанги циркуля, но насколько я могу судить, в моем экземпляре с порталом полный порядок. Направляющие параллельны и каретки бегают по ним без проблем, ничего не клинит и ничего не болтается. Сами каретки оси Z теперь тоже пластиковые, это тоже литье. А тут также реализована эдакая система антивоблинг в виде отвязанной гайки. Сами каретки очень твердые и выглядят очень прочными. И слава богам, тут мы видим, что производитель исправил одну серьезную проблему, которая была на модели X1. Внешняя пара колес теперь прикручивается именно к каретке, а уже сама каретка прикручивается к балке оси X. Потому что в той модели внешние колеса прикручивались напрямую к балке и, соответственно, как-то отрегулировать их прижим не представлялось возможным. Здесь же все три колеса прикручены именно к каретке, как это в общем-то и должно быть, и как это всегда было на всех нормальных принтерах. А вот с третьим колесом придумали что-то новое. Тут мы не можем отрегулировать прижим, потому что колесо стоит на таком гибком пластиковом креплении, которое очевидно само прижимает его к профилю. По идее этот автоматический прижиматель должен хорошо отрабатывать изменения в сечении профиля, кои встречаются нередко. Ну, задумка интересная на самом деле, главное, чтобы не подвела реализация. Но, как я уже говорил, каретки действительно бегают отлично, ничего не болтается и не клинит, по крайней мере на этом конкретном экземпляре. Ладно, давайте наконец напечатаем несколько тестовых моделек. Все модели печатались на средней скорости, то есть 40-50 мм в секунду. Сопло 0.4, слой 0.2. И так как это уменьшенная версия модели X1, то она точно так же может печатать на скоростях и под 100 мм в секунду без серьезного падения в качестве. На самом деле, именно по каркасу это более удачная модель. Жесткость рамы тут гораздо выше, думаю, что даже усиливать ничего не нужно, в отличие от того же X1. Как вы можете видеть, качество печати действительно очень и очень хорошее. Не идеальное, но на твердую четверку, думаю, точно тянет. И это при том, что это именно печать из коробки. То есть я не подбирал настройки, не калибровал экструдер, ничего такого. Это именно то, что увидит новичок при покупке этого принтера. А если заморочиться, подобрать настройки и как следует все отладить, то я думаю, можно добиться и лучшего качества печати. Итак, что я могу сказать об этой штуке? Мне принтер понравился, наверное, даже больше, чем X1. У того единственное преимущество – это огромная область построения. Если же она вам не нужна, то берите именно эту модель. Принтер отлично выглядит и действительно очень прилично печатает из коробки. А что же по задумке производителя в целом? Он пытается создать принтер, который бы не требовал каких-то регулировок и настроек по механике. Задумка в том, чтобы человек просто закрутил 4 винта, подключил шлейфы и начал им пользоваться. И вот тут есть проблемка. Отбирая у нас возможность полностью отрегулировать всю механику самостоятельно, нужно сделать так, чтобы для сборки принтера на заводе не допускались какие-либо бракованные детали, даже с самым мелким браком. Плюс нужно обеспечить сборку квалифицированными сотрудниками, которые понимают, что они делают и делают это правильно. Потому что, как мы видели в начале, болтающиеся каретки и ненатянутые ремни – это не тот контроль качества, который ожидаешь увидеть, когда доплачиваешь за принтер со стандартной, по современным меркам, областью печати почти сотню баксов сверху. То есть, задумка хорошая, а вот контроль качества пока немного подводит. В общем, я думаю, что производитель идет правильным путем. Иногда его заносит немного не туда, но благо он следит за отзывами и старается исправлять ошибки. К примеру, совсем недавно производитель анонсировал модель принтера под названием «Оса», и он вроде как должен появиться в продажу уже в ближайшее время. Это, конечно, не фото, а только рендер, но тут мы видим, что ребята из артиллери все-таки решили вернуться к истокам и выпустить эдакий классический дрягостол. И надо сказать, что выглядит он очень даже неплохо. Не думаю, что он придет на смену текущей версии Genius из этого обзора, а скорее всего это будет классическая бюджетная модель с ценником в районе 200 баксов. Если так, то эта новая модель может стать действительно серьезным конкурентом для других бюджетных принтеров в этой ценовой категории. Ну, поживем-увидим, как говорится. Возможно, даже удастся пощупать лично. И на этом у меня все. Как обычно, ставьте лайки и пишите в комментах, что вы думаете об этом принтере. Всем удачи и пока.